Уважаемые члены Президиума, досточные отцы, дорогие братья и сестры! Сердечно приветствую всех вас, собравшихся для участия в работе гипархиальных рождественских образовательных чтений. Рождественские чтения – это всегда большое заметное событие в культурной и духовной жизни нашей страны и других государств. В Москве международные рождественские чтения собирают иерархов Московского Патриархата и других православных церквей, представителей традиционных религий, видных ученых и политиков, педагогов, творческую интеллигенцию, зарубежных гостей. Тематика чтений актуальна и востребована. Она неизменно отражает наиболее острые проблемы, которые волнуют наше общество и имеют ключевое значение для настоящего и будущего России. Это прежде всего воспитание подрастающего поколения, укрепление семьи, семейных ценностей, совершенствование системы образования и просвещения. Епархиальное рождественское чтение – это важная церковно-общественная площадка, на которой подводятся итоги в сфере развития православного образования на югорской земле. Это собрание с участием представителей благочинений Кантемансийской епархии позволяет увидеть, как мы исполняем завет Христов, идти по всему миру и проповедовать Евангелие, донося знания о Слове Божьем каждому, кто в нем нуждается. На современном этапе развития общества вопросы воспитания и образования молодого поколения являются предметом особой заботы как самого общества, так и государства и церкви. Уходящий 2014 год прошел под знаком празднования 700-летия со дня рождения великого русского подвижника преподобного Сергия Игумина Радонежского. Этот человек духовным подвигом своей жизни, будучи смиренным монахом, не желая и не стремясь к земной славе, посвятил свою жизнь Отечеству Небесному. Явился и как истинный патриот, настоящий служитель Отечества земного. Подвижническая жизнь преподобного Сергия приобрела ему всеобщее уважение. Основанная им Тройцесергиевая лавра в течение всего времени своего существования всегда оставалась верна заветам своего великого устроителя, являя собой высокие образцы защиты святой православной веры и Отечества, умиротворения враждующих и благотворения во время нужды. Не стяжав ни почести, ни богатства, а служа Отечеству, людям и через людей Богу, такие подвижники геройством своим прорываются в века, являясь и сегодня истинными патриотами своей страны, преподавая и нам пример. Грядущий 2015 год посвящен личности еще одного великого русского святого, равноапостольного князя Владимира. Тысячелетие со дня представления, которого мы будем праздновать в следующем году. На путях промысла Божия в истории русского государства князю Владимиру принадлежит исключительная роль. Одно то обстоятельство, что спустя тысячелетие после окончания его земной жизни имя князя прославляется, а его жизнь привлекает самое пристальное внимание православных христиан на всех континентах в разных странах мира, говорит о многом. По выражению выдающегося русского ученого-историка-богослова, церковного и общественного деятеля Антона Владимировича Карташова, мы видим во святом князе Владимира «Отца русской церкви культуры». Совершив свой духовный, культурный и цивилизационный выбор в пользу православной веры греков, создав ословы синтеза греческого православия с национальными особенностями душевного склада русских, окончательно утвердив церковно-славянский язык в качестве живой религиозной традиции. Князь Владимир раз и навсегда заложил тот культурный ход нации, который оказался неразрушимым, несмотря на все тягостные испытания. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их», говорит нам апостол Павел. С удивительной точностью исполняется эта апостольская заповедь на примере нашего отношения к святому равноапостольному князю. Ведь, вспоминая князя Владимира, мы имеем в виду именно окончание его земной жизни. Первоначально ревностный и свастолюбивый язычник, над которым совершилось чудо божественного обращения и преображения. Именно таким он вошел в историю Европы. И аналогов этому преображению среди власть имущих европейских государей, пожалуй, что и не найти. «Пришло на него посещение Вышнего, призрело на него вся милостивое око блага Бога и воссиял в сердце его разум. Он уразумел суету идольского заблуждения и взыскал единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое. Особенно всегда он слышал о православной христианской и сильной верою в земле греческой. Слышав все это, возгорелся он духом и возжелал сердцем он быть христианином и обратить всю землю в христианство, свидетельствует в XII веке киевский митрополит Иларион. Господь отпустил русскому самодержцу четверть века для того, чтобы посеять семена православного христианства среди подданных. Это огромный исторический срок по меркам Средневековья. И святой князь потрудился на славу. С пути, на который он вывел Киевскую Русь, ей уже никогда не уйти в сторону. Святого благоверного князя Владимира можно отнести к тем подвижникам, значение которых со временем не умаляется, а скорее возрастает. Мы непрестанно нуждаемся в том, чтобы проверять себя на верность следования его святым заветам. С одной стороны, это идти по путям восточного православия, не смущаясь их подчас каменистостью и тернистостью, не слушать силен, завлекающих противоположную сторону, а с другой, не останавливаться на внешнем украшении книги евангельской золотом и драгоценными камнями, а самым делом пытаться осуществлять любовь к Христову в жизни общественной и даже государственной, создать святую Русь, христианский народ, христианскую государственность. О чем и сегодня подчеркивает наш президент на соборе архиереев, он четко и ясно сказал, что сегодня российская государственность немыслимо без православия. И в его послании в этом году очень точно и ясно сказано, что для нас означает православие. Некоторое время назад был сделан принципиально важный шаг на пути долгожданного соединения образовательного-воспитательного процесса в контексте школьного обучения. Тем самым был заложен в троевольный камень систему преемственной передачи подрастающим поколениям ключевых представителей о нашей национальной идентичности. В рамках школы процесс целенаправленного и ответственного формирования из сегодняшних школьников достойных граждан России приобрел качественный новый импульс. Нынешнее руководство государства как никогда понимает важность приобщения молодого поколения ко словам нашей национальной и духовно-нравственной и культурно-исторической традиции. Для всякого человека неравнодушного к проблеме моральной атмосферы в обществе сегодня очевидно, что мы живем в эпоху, когда фундаментальные нравственные устои человеческого общежития оказались подвержены коррозии. Показателем этого становятся чудовищные события, регулярно происходящие в наше время, особенно в западноевропейских странах, и потрясающее общественное сознание. В этих условиях голос церкви не просто выражение ее оценки позиций как массового и влиятельного института гражданского общества. Это тревожный набат, отсутствие реакции на который способно привести к самым печальным последствиям. Поэтому мы праве рассчитывать на то, что с нами разделят наши труды все, кому дорого Отечество и его будущее. В связи с этим следует сказать, что школьное образование призвано не только обеспечивать передачу научных знаний и представлений новым поколениям, но и формировать ценностные идеалы и ориентиры, утверждать в сознании и душах учеников базовые мировоззренческие понятия с учетом нашего исторического опыта и отечественной культуры и традиции, складывавшейся на протяжении многих веков. Особую значимость в связи с этим приобретает деятельность Русской Православной Церкви по внедрению разработанного Синодальным отделом религиозного образования и катехизации православного компонента к основной общеобразовательной программе дошкольного образования. Это внедрение осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и объясняется тем, что дошкольная ступень является неотъемлемой частью общего образования, выполняя основополагающую функцию нравственного становления личности ребенка. В будущем году нам предстоит серьезная работа по разработке региональной стратегии развития православного ориентированных дошкольных общеобразовательных организаций, где особое внимание уделяется духовно-нравственному становлению личности ребенка. И эта работа невозможна без тесного взаимодействия с органами управления, образованием в городах и районах округа. Вместе с тем, ряд шагов в этом направлении были уже сделаны. Прежде всего стоит сказать о положительном опыте по внедрению программы социокультурные истоки педагогического коллектива из города Вологды в дошкольных организациях Сургута. Этот опыт получил успешное развитие и в других муниципальных образованиях округа. Тесное взаимодействие епархиального отдела и помощников благочинных по религиозному образованию катехизации и благочиния способствует продуктивной работе по введению курса в РКС «Курс основы православной культуры». В рамках комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики» наряду с другими историческими и культурными дисциплинами школьного и учебного плана призван объяснить молодым гражданам нашей страны в чем ценность прошлого, почему наша культура ценится во всем мире и почему напитавшая ее наша вера именуется православной. Развивая память о прошлом, мы укрепляем совесть. Память – это в том числе и проявление внимания к тому, что действительно заслуживает уважения. Сохранение информации о чем-то требует приложения усилий, написания книги учебников, создания фотоальбомов, фильмов, сайтов, организации архивов, библиотек, музеев. Все это малые, а иногда весьма значительные жертвы людей во имя сохранения памяти о том, что им дорого, что они любят. Поэтому, когда мы учим и учимся помнить, мы воспитываем навык конкретной деятельной любви, мы возрастаем духовно. В этом смысле преподавание в рамках школьной программы курса «Основы православной культуры и светской этики» значительно важнее, чем простое религиологическое и культурное просвещение. Для того, чтобы наше юношество снова научилось ценить и любить прошлое своей страны, интересоваться историей и традициями, необходимо объединить усилия государственных и общественных институтов православной церкви и других религиозных общин. Хочется вспомнить и в нынешнее время, когда в наших общеобразовательных учебных заведениях, особенно в школах, сегодня реализуется программа проведения не нашей культуры. Например, в Риоге был проведен праздник Харуина и назывался «Кровавое причастие». Живой сатанизм. И сегодня школа проводит в рамках культурного хорошего мероприятия. Был конкурс. Кто поречит страшнее в виде зверя, поречит микрофон. Кто испугает народ, нарядившись какого-нибудь страшного зверя, подобного тому или иному. Что это? Наша культура? Наше образование? Мы говорим о общности, наших задач и решения проблем. А на практике проводим такие вещи. Я считаю, что это преступление, которое совершается против наших детей. А потом мы говорим, почему у нас суициды, убийства и так далее и тому подобное. горько говорить об этом, но не могу не сказать. Это живой пример буквально прошлого месяца. В этом общем делании на благо Отечества всем нам крайне важны добрая воля и взаимно полезному сотрудничеству, а также рабочее взаимопонимание, основанное на сознании того, что школа и церковь в сфере воспитания детей и юношества выступает в качестве союзников, каждый из которых располагает собственными уникальными педагогическими возможностями и ресурсами. Соединение наших потенциалов во имя достижения важнейшей педагогической цели, стоящей перед современной российской школой, неизбежно создаст особый воспитательный эффект. Ибо русская православная церковь на протяжении более чем тысячелетней истории своего существования неизменно оставалась строительницей высочайших духовно-культурных ценностей, исповедницей фундаментальных этических принципов человечества бытия, на основе чего только и может совершаться процесс воспитания разносторонней, внутренне содержательной и нравственной зрелой личности. И понятно о чем говорить, если мы будем проводить в школах такие мероприятия подобные, которые прошли, хеллоуины и так далее. А вы знаете, этот праздник прошел не только в одной этой школе, он прошел почти повсеместно в наших школах, только в каких размерах. И мы говорим о традиции сегодня, как от язычества князь Владимир перешел к христианству и привел народ свой. А мы сегодня наоборот стараемся, хотя государство сегодня и церковь предпринимают такие усилия, как никогда, наверное, в другие времена. А параллельно происходит у нас воспитание не фундаментальных ценностей, а американских. Америка с нами воюет не только, скажем, с санкциями. Идеологическая война сегодня, она открыта и действована. И таким образом мы поддаемся на вот эти все уловки в воспитании своих детей. отдельный вопрос статус кадетских и казачьих кадетских классов. Необходимо законодательно закрепить постоянное и систематическое воздействие общеобразовательных организаций, где существуют такие классы, с православными религиозными организациями на уровне епархии или приходов, что важно для духовно-нравственной патриотистов воспитания учащихся. Так, воспитанники должны иметь возможность общения со священником, участвовать в богослужениях, какой уклад уже давно существует в большинстве казачьих кадетских корпусов, но иногда встречают протесты со стороны надзорных органов по причине якобы несоответствия данной деятельности светскому характеру образования в государственных школах. Вот бы этот вопрос задать тогда князю Владимиру, что непозволительно, а государь это все вводил. И сегодня президент говорит одно, а мы говорим, а это светский характер носит, никак не религиозный. Мы говорим сегодня о наших общих усилиях ради нашего общего блага. И, конечно, такое противление встречается, непонимание может быть, но мы должны над этим работать. должны работать совместно и власть имущие, и руководители учебных заведений, и церковь. Все вместе для нашего общего блага. Мы видим, что происходит на Украине. Вот эта вседозволенность вместо демократии и отрицание фундаментальных исторических моментов, отрицание патриотизма нашего народа в Великой Отечественной войне привели к тому, что сегодня страшных врагов тогдашних прославляют как героев, а героев унижают, оскорбляют и подвиги попираются. Мы не должны этого допустить. Это плохой пример. Примером назвать даже не хочется и невозможно, но он есть. И мы видим, что такие отступления от фундаментальных пониманий и не научения нашего поколения этому, мы можем прийти тоже к такому. Не дай Бог. Я надеюсь, что мы с вами сегодня и работаем для этого, чтобы этого не произошло с нашей Россией. Потому что попытки были, все мы прекрасно знаем и помним, болотную. И все это открыто сегодня говорится об этом, что идеологическая война это лучшая война, чем война оружием. Мы с вами должны на это обратить особое внимание. Представляется, что в данном случае не нарушается принцип светского характера образования в школе. Ведь дети других религиозных традиций могут выбрать иные, не казачьи классы. Точно так же и сами кадетские классы, как и другие муниципальные школы, не обязаны принимать всех детей ближайшего микрорайона. Еще хотелось бы сказать несколько слов о положительном копите взаимодействия с органами управления образованием в сфере развития форм дополнительного образования через создание духовно-просветительских центров, воскресных школ, имеющих лицензии на право введения образовательной деятельности, реализующих программы по дополнительному образованию вместе с программами учебно-воспитательной деятельности, духовно-нравства обучения и воспитания в соответствии со стандартом учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в воскресных школах для детей Русской Православной Церкви на территории Российской Федерации. Этот опыт получил высокую оценку Синодального отдела религиозного образования и катехизации. На сегодняшний день на территории Ханты-Мансийской епархии существуют два таких центра в Ханты-Мансийске и Урае. Но мы надеемся, что их будет больше и один сегодня находится на регистрации. Может быть, кто-то скажет, что мы слишком часто обращаем взгляд в прошлое и придаем чрезмерное значение сохранению традиций. Но наш взгляд в прошлое во многом помогает нам понять будущее. Оценивая настоящее через опыт прошлого, мы устремляемся в будущее при ясном понимании того, что будущее каждого человека – это не только его земное бытие, но и жизнь вечная. Если же говорят о земном будущем Церкви Отечества, то оно зависит от тех, кто придет на смену нынешнему поколению. Дай Бог, чтобы трудности, переживаемые сегодня во многом, порожденные человеческим грехом, могли стать, как это не раз бывало, поводом для покаяния и началом подлинного духовного, культурного и экономического возрождения. В этом направлении с терпением и любовью должны совместно трудиться представители и государственных органов нашего округа и Церкви. Мы призваны рука об руку идти вперед, полагая в основу взаимодействия и сотрудничества то, что нас объединяет заботу о подрастающем поколении, заботу о нашем будущем, оставаясь верными заветам святого равноапостольного князя Владимира. Еще раз сердечно желаю всем участникам рождественских чтений, плодотворной работы, милость и благословение Божие да сопутствуют друженикам на Ниве воспитания и образования. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Спасибо.